где-то в 2009 году бродя по интернету я нашел фотоотчет одного из московских фотографов которые ездят на фестивале по реконструкции и фотографируют вышел на форум реконструкторов связался с руководителем одного из клубов и он мне объяснил как можно вообще вступить и начать заниматься сначально я делал комплект французского хиросира наполеоне то есть это на 812 год потом просто заинтересовался историей родного края истории своей семьи то что мой крадет он участник и первой мировой войны и гражданской соответственно стал узнавать подробнее и вот решил сделать комплект кавалериста на первую мировую ну и соответственно отчасти на гражданску и Субтитры подогнал «Симон» Суммарно не могу сказать, потому что в разный период времени разные цены, да и не вел я такой калькуляции, но оружие обошлось мне 12 тысяч рублей. То есть без штыка, без портупеи, просто вот сбор. Вот эта шашка, это леплика ледовой драгунки на Первую мировую войну. Она сделана как сувенирное изделие, чтобы можно было выезжать с ней на реконструкции. Она тупая, ей как бы никого особо не повредишь, даже если очень захочешь. Латунь настоящая. Латунь я купил на аукционе отдельно, потому что в тот момент таких гард и вообще ледовых драгунок не выпускалось в России. Пришлось делать все под заказ, что ли, индивидуально. Она родная, то есть здесь можно увидеть клеймо, год изготовления, когда она была сделана. Она была выполнена золотоустовской фабрикой в 1911 году. Кабура у меня, ну, она не пустая, она с наганом блеф. Это сигнальный наган, который производит хлопки капсулем живела. Свисток использовался для подачи звуковых сигналов на поле боя, для исполнения различных маневров, но чаще всего для того, чтобы стрелки произвели залп единовременный. То есть солдаты целились во врага, ждали команды, офицер давал сигнал. И солдаты стреляли. В реконструкции все травмы, если таковые имеются, они настоящие и ненастоящие. Смерть, разумеется, ненастоящая. Она отыгрывается по сценарию. Чтобы было красиво, чтобы зрителю было интересно. Реконструктор падает, изображает, как он погиб от удушливых газов или ранения какое-то. Там к нему, возможно, подбегаются не тары, братья милосердия, и утаскивают его. Потом в тылу его перевязывают сестры милосердия, доктора там что-то с ним делают. Смотрители все это смотрят, им интересно. А травмы действительно бывают, и зачастую у кавалеристов они нелетки, потому что падение с лошади очень часто заканчивается различными вывихами, ушибами. Когда вокруг стреляет артиллерия, лошадь пугается, вся эта атмосфера, шум, гамп. И даже для самого кавалериста иногда выстрел из пушки, холостой, он очень иногда бывает неожиданный. Лошадь срывается, кавалерист этого не ожидает, и кубарем иногда вылетает с него. Я участвовал в Вородинской битве, и участвовал в защите осовца, и в прорыве на 1916 год. То есть это брусиловский прорыв. По сценарию локального нашего участка, кавалерийского, мы должны были пройти гребенкой, то есть вот так вот, лошадьми с русскими гусарами. Соответственно, для каждого всадника свой коридорчик, чтобы было красиво. И если мы расходимся на определенное расстояние, то мы успешно проскакиваем. Ну, два гусара, или может быть я по неопытности. В общем, случилось так, что два гусара подались влево, и я подался влево. Первый гусар проскакивает впереди меня, второму гусару места проскачить уже нет. Он удаляет меня головой своей лошади в плечо, я свешиваюсь на бок своей лошади, и мы продолжаем скакать в закат. То есть они как бы по-свойски скачут, я на боку, как джигит. А кераса тяжелая, и это все было впервые для меня, вот это все. То есть, ну, вот, я на дальней линии. Я обратно залезть в седло не могу, потому что, ну, чисто физически, как бы, не хватает мне уже сил после такого удара и стресса как-то, ну, может, мотивацией даже залезть. Надо как-то падать. Посмотрел, сзади нет ли кого, то есть не затопчут ли меня там сзади. Высвободил ноги из стремян, чтобы не получилось, как в ковбойских фильмах, всадника волочат за лошадью. Ну, как бы выбрал момент, расслабил все части тела и упал на керасу, как черепашка. Вот я смотрел реакцию зрителей после того, как наши солдаты умирали при газовой атаке в Осовце, они, ну, были шокированы, что ли. То есть, нет, это действительно воспринимается как война. Допустим, реконструкция Брестская крепость вот недавно была. Там зрители плакали, то есть, когда немцы там убивали наших защитников Брестской крепости и так далее. Гражданская война действительно спорный момент, потому что непонятно, на чью сторону встать, то есть, кто хороший, кто плохой, потому что фактически нет хорошего человека, ну, как бы, хорошей стороны и плохой стороны. Но, мне кажется, просвещение, то есть, все в совокупности, это преподаватели истории, это какие-то культурные деятели Кузбасса. Вот в совокупности это все должно работать как образовательный какой-то проект.